Доброе утро, уважаемые коллеги! Как отметил президент, одним из приоритетов в государственной политике является развитие медицины. Важная часть этой работы связана с обеспечением своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медицинского персонала. Это и медсёстры, и фельдшеры, акушеры, и фармацевты, всех тех, кто напрямую занят уходом за пациентами, помогаем бороться с болезнями. Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей, ну и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Необходимо как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы такие сотрудники получали положенные им выплаты в полном объёме, ну и, естественно, в срок. Просил бы Татьяну Алексеевну держать этот вопрос под личным контролем вместе с Антоном Германовичем. Следующая тема касается цифровой трансформации в экологии и природопользование. По поручениям президента правительство дополняет перечень наиболее актуальных и востребованных технологических направлений, которые используют возможности искусственного интеллекта в этих сферах. Уже создаются федеральные государственные информационные системы по самым важным вопросам. В них формируется база сведений об состоянии окружающей среды через эко-мониторинг, но и также станут храниться и обрабатываться данные Росгидромета. Расширяем контроль за водными и за лесными ресурсами, ну и, конечно, за состоянием отечественных недр. Развивается и учёт в области обращения с отходами. Обеспечиваем поддержку экологическому туризму, в том числе и по особо охраняемым территориям природным. Причём вся эта деятельность сопровождается последовательным переходом на отечественные программные продукты. Планируем завершить его к 2030 году. Теперь к восьми проектам, которые перечислил, добавятся ещё два. Появится цифровая платформа государственного экологического контроля. Она будет доступна в каждом регионе и станет таким единым окном для решения вопросов в этой сфере. Такие же возможности предусмотрены и в рамках информационной системы для сохранения охотничьих ресурсов. Её введение позволит упростить для граждан оформление необходимых документов. Соответствующее распоряжение подписано. Рассчитываем, что дальнейшее внедрение новейших технологий и в экологии, в природу пользования позволит, в первую очередь, повысить качество жизни наших людей. Ещё один вопрос касается подготовки следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. Такая работа уже ведётся пятый год, и в ходе её выполнения, как отмечал президент, количество проверок сократилось в пять раз, что очень важно для создания хорошей атмосферы для нашего бизнеса. Правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года. Подписано распоряжение, которым также утверждается и план её реализации. Уточняется направление по развитию системы управления рисками, предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере. Предстоит ещё немало сделать для расширения механизмов досудебного урегулирования, в том числе при разбирательстве жилистно-коммунальных споров в многоквартирных домах. Активнее привлекать к этим процедурам управляющие компании, чтобы как можно скорее находить способ разрешения конфликта, что очень важно в интересах наших граждан. По поручению главы государства уже продлили мораторий на проверки на следующий год, кроме, естественно, объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также при срабатывании специальных индикаторов. Такое исключение необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, их здоровья и благополучия. В остальных же случаях приоритет, конечно, должен быть отдан профилактике, а не наказаниям. Этот механизм комфортен для добросовестных предпринимателей. Мы продолжим и дальше развивать инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения. Отдельного внимания требует и положение дел с муниципальным контролем, включая вопросы благоустройства, либо земельного регулирования. Здесь также должны быть установлены единые подходы в случае необходимости через корректировку действующих норм. Дмитрий Ильич, прошу вас подробно рассказать о дальнейших направлениях совершенствования контрольной деятельности, которой как раз концепция предусмотрена. Вам слово. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, правительство сопроводит реформу контрольно-надзорной деятельности. Цель реформы – это создание комфортной деловой среды и снижение административной нагрузки на бизнес. Последние несколько лет серьезно упрощены нормы и правила, которые бизнес соблюдает при ведении предпринимательской деятельности. Собственно, эти нормы и правила являются предметом проверок. Как вы сказали, уже действительно за последние несколько лет количество самих проверок снизилось почти в пять раз. Логичным продолжением реформы является утверждение концепции совершенствования контрольной деятельности. Я назову некоторые положения этой концепции. Первое – это завершение перехода на рискориентированный подход при проведении проверок. Это значит, что проверка проводится только в случае, если у контрольного органа есть информация о возможном нарушении законодательства. То есть, по сути, проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не наказанием каким-то. Цель – исключение проверок ради проверок, а также ситуация, когда сначала приходят на проверку, а потом начинают искать нарушения, чтобы оправдать сам факт проверки. Второе – это цифровизация. Это через цифровизацию задача максимально минимизировать объём информации, которую контролёры запрашивают и проверяем их. Для этого мы интегрируем между собой все информационные ресурсы контрольных органов, для того чтобы обмениваться информацией и исключать её дублирование. Третье – это упрощение самих контрольных процедур, в том числе и через тоже цифровизацию. В частности, это механизм дистанционных проверок, который серьёзно упрощает саму процедуру проверки, делает её прозрачной, ну и на самом деле просто более удобной и комфортной. Четвёртое – это профилактика, как Вы сказали. Развитие профилактических визитов вообще – это своего рода бесплатная консультация для бизнеса, когда государство видит, что, возможно, какое-то нарушение, ещё до совершения этого нарушения выходит на профилактический визит, объясняя, как должны соблюдаться те или иные нормы и правила. Ну и последнее, наверное, из важного – это по поручению президента мы особое внимание уделяем обратной связи. И это развитие досудебного обжалования, когда каждый проверяемый имеет возможность в простой доступной форме подать обращение и не только жалобу. И, соответственно, любое обращение для нас становится такой некой задачей или постановкой задачи, которую мы отрабатываем для улучшения всех наших норм, процедур и правил. По сути, идея концепции сводится к тому, что процедура контроля перестаёт быть инструментом наказания и становится инструментом создания условий, при которых намного комфортнее и выгоднее видеть бизнес, соблюдая действующее законодательство, не нарушая его. Спасибо большое. Вы сами сказали о процедуре досудебного обжалования. Это очень важно. Я бы здесь ещё добавил, что очень важно обратить внимание на обратный механизм через портал государственных услуг, чтобы люди могли, наши предприниматели, все, кого касаются эти реформы, не только обратиться с жалобой или с возможными изменениями порядка, но и также проконсультироваться. Здесь простая форма общения была бы очень важна. И в том числе по новым формам, по которым будут проходить проверки или, скажем так, профилактические визиты со следующего года. И важно нам концепцию, которую мы приняли, мониторить для того, чтобы все положения, о которых мы договорились, которые были поручены, исполнялись.